всем привет сегодня будем пересаживать с вами вот эту орхидейку наконец-то дождалась я пока она цветет вот обрезала я цитонос брестол у меня она называется так ну что сидит она у меня в лечузе уже почти год почти сентября 19 меня почему-то беспокоит хотя в принципе я вытаскивала одну орхидейку из лечузы корни были очень хорошие чисто внешне но не нравится мне что-то я вот сначала повелась как говорится на эту посадку а теперь я уже понимаю я уже говорила почему мне не нравится именно когда орхидея сидит да потому что горшок прозрачный света много и лечуза помнена состоит из циолита пемзы и лавы удобрения немножко добавлено и вот циолит вот этот мелкий белый тут он еще белый а тут уже зеленый циолит зеленеет от влажности на свету он зеленеет также как и пеностекло в принципе мне вот это не очень и всего лишь видите год что будет дальше еще там вот какие-то вот произошли произошли вот здесь корнями какие-то вот сверху что-то мне тоже не это не понравилось не знаю почему здесь конечно мне добавлено пеностекло было чуть-чуть видите несколько штук корней говорится не ахти как и много то есть то есть вот это вот старая шея это старые корни вот это все это тоже отваливается это старый корень это уже видимо новые я считаю что в течение года не так уж она и много нарастила в общем именно циолит мне не нравится некоторые покупают грунт циафлора который входит солид я не знаю мне не нравится этот грунт для орхидей вообще куда его используют на самом деле я рассказываю уже такую историю что я купила циафлору грунт написано грунт для орхидей было ну вот я что я сделал да когда я купила так обрадовалась он только появился тогда я посадила какую-то орхидейку но это было давно это было может быть год назад может побольше я посадила и начала поливать поливаю она шипит с нее прямо знаете аж пар идет у меня была помощь простом горшочки не в закрытой системе и все время вытекала как белое молоко вытекала вытекала думаю да что же это такое когда же она уже отмоется грунт этот я имею ввиду когда же он наконец отмоется будет вода вытекать прозрачная но вы можете представить даже если корни от воды что-то впитывают да что они там вообще бедные впитывают вот эту спесь которая постоянно с этого циолита выделяется короче мне не понравилось так и отрезаем вот эту лишнюю пока что пока что вот эту маленькую попочку отрезаем скачила вот тут тут есть очень хорошие корни да не знаю по какой причине потому что в другой в другой посадке что мне там другой посадки сидела там были хорошие корни но это я говорю что вот это все что не очень хорошее то то в основном старые корни потому что новые они гораздо лучше это видно только что-то с ними вот здесь случилось почему-то они будто и кто-то это обжег ответить и конечки какие-то странные заметила это сначала так корни хорошо хорошо шли а потом что-то вот я уже давно мечтаю на цвела давно мечтаю пересадить мне кажется и не нравился этот грунт он хорош для суккулентов все таки я поначалу конечно на чуть и сажала так радовалась но он удобный в посадке мелкие хорошо заполнен горшок но вот этот вот соли там все портит они его добавляют и рекламируют как бы говоря о том что он держит влагу ну как допустим пеностекло наполняется немножечко водой ну это нужно не все полностью пропитывается только какой-то там какой-то верхний слой да немножко как губка впитывает так и циолит его же используют для кошачьих туалетов может быть немножечко него как-то по-другому выделывают уже здесь он более какой-то плотный вот но вот его используют же в кошачьем туалете который впитывает да вот эту кошачьи подходы вот поэтому поэтому они как бы вот рекламируют что вот влагу будет держать и все такое я говорю что каждый каждый конечно выбирает то что ему по душе но вот я попробовала мне не айс и эту я просто хочу рассказать что я рассказывала но на другом канале что я в итоге помучилась помучилась и этот грунт я вытащила из горшка орхидеи пересадила циафлору отвезла на дачу и подсыпала под розы розы там я вот так вот вокруг насыпала все улитки сдохли вокруг они просто сдохли они ползли по этому циолиту ползли к моей розе хотели сожрать и свои брюхи все наверно либо царапали либо знаете улитки же влажные они наверно по циолиту ползут и у них на на пузо шипит я уже не знаю ты так мои фантазии конечно носим улитки сдохли поэтому уж понимаете зачем нам в орхидеях такой грунт так я пошла и помою сейчас мы это уберем так ну так пока что я ее оставлю отрезала один короче длинный корень здесь еще был он был надломлен посредине нотки еще такой надлом или ну ладно оставлю пока так очень много ведь пыталась вырасти корней но что-то пошло не так у нее в итоге не понимаю почему тут корни как обожженные туризма циолита этого не понятно что такое и вообще сразу видно что она как-то медленно растет поэтому в общем решение принято пересадить так горшки у меня как всегда как всегда меньше нету надо бы наверное поменьше на размер нету и даже и в продаже нету ваша не пропали куда-то после того как я их тщательно тщательно всем советовал все скупили ну прям беда какая-то керамзита мелкого нет так надо сквозь на горшочек есть только крупный керамзит в продаже я не знаю я наверно буду говорить что крупный лучше лучше крупный тогда может быть мелкий вернется в продажу так она зато хорошо у него прям сейчас так и и поглубже посажу керамзит у меня мультой даже он еще не высох мне важного ты в этот раз керамзит скажем мокрый керамзит я единственное что сейчас сделаю вот так почему-то мне сейчас хочется подложить ей подложили пеностекло она прям на него так села так я еще иногда делаю не спрашивайте почему вот просто мне так нравится просто такая форма у пеностекла квадратник такой подушечкой здесь надо бы еще корешок подстричь так все сейчас немножечко чуть он какой-то конечно живой внутрях на сверху конечно положим пеностекла естественно мне нравится попрыскивать пеностекло немножко больше держит влагу чем керамзит поэтому даже хочется думать что она как-то лучше будет а вообще для красоты изначально так ну и сейчас пеностекло так что вот все приходит с опытом понимаете сначала ведешься на рекламу грунта прямо я помню вот когда он только циафлора это начала господи это ужас ее не купить было я бегала там по магазинам по всем ее искала заказывала в интернете в общем ребята раскрутились короче за счет таких как мы архаманов можете вот напишите мне поделитесь у кого вот циафлоре сидит и может даже кому-то нравится напишите почитаем ваши комментарии все почитают просто я как бы вот все это говорю только из своего личного опыта я как бы никого не это самое не призываю как я говорю что мне нравится керамзит я ухвалю бесконечно потому что реально реально на лице как говорится все на лице и корни и листья и цветоносы главное научиться поливать но это в любом грунте поливать нужно уметь в любом грунте можно испортить орхидею и без грунта просто в пустом стакане ее можно загубить ну вот кто из вас почитал статью вот которую рекомендовала вам почитать про корни но ведь согласитесь все же прям там написано прямо вообще я прям восторгаюсь такими умными людьми которые могут вот так вот все понятно и доступно написать объяснить я вот может быть знаете не какие-то вещи там понимаю а вот рассказать грамотно может быть не смогу поэтому вот такие статьи это очень очень полезно для таких как мы с вами увлекающихся хаманов я все корни не завалила короче пеностеклом и это хорошо так немножечко стал здесь пространство небольшое тут это все иного такая как отверстие такое там видно корни вот вот так мы и посадили просто замечательно так сейчас будем смотреть корни видно или нет так вот корни видно видно корни обожаю эти горшки только не бегите не скупайте их пожалуйста я тоже хочу поехать купить немножко ставьте мне горшочков ну все все красиво все красиво брестол время забывая название сейчас этикеточку наклею и напишу число когда я пересадила ее все всем спасибо за внимание всем пока